Здравствуйте, это совместный проект Саратов 24 и ОТР. В эфире федерального канала саратовские журналисты знакомят зрителей с главными событиями региона. В Саратове восстановят планетарий. К такому решению пришли федеральные власти. Такое учреждение городу необходимо и в первую очередь школьникам. Подробнее об этом обязательно расскажем. Меня зовут Павел Фитилёв. Смотрите также выпуски. Установили площадки и приступили к укладке плитки. Когда саратовцы смогут пройтись по набережной? Взвешивают мусор в Саратовской области, определяют новые нормативы накопления бытовых отходов. Про Александра Невского сделали комиксы. Увидеть их можно в историческом парке. Верхом на байке 136 лет назад был запатентован первый мотоцикл. О том, как изменились двухколесные, расскажем в репортаже. Саратовцев пустят на обновленную набережную на день города. К этому времени обещают закончить основные работы по благоустройству этой территории. Реконструкцию участка выполняют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Надежда Новикова побывала на закрытой от прохожих территории и узнала, что там делают строители сейчас. Сейчас на верхних ярусах набережной монтируют плиточное покрытие, а на нижних уже установили детские и спортивные площадки. На проект благоустройства набережной потратят 300 миллионов рублей. Основные перемены ждут четвертый ярус, который с недавних пор стал пешеходной зоной. Там расширит ритуар для летних кафе, а сама территория будет вымощена плиткой. Возникают сложности с коммуникациями, поскольку в локации данных участков проходит много коммуникаций, как водоподводящих, электрических, тепловых. Работы ведут с полным ходом. В настоящее время закончена работа на первом ярусе, втором ярусе. На финишном этапе работы по озеленению зеленых зон, участков, отсыпки грунта, прокладки автополива. В активной фазе ведутся работы по укладке плитки на четвертом ярусе. Появятся на набережной новые деревья. Как известно, в результате обследования почти все зеленые насаждения признаны здоровыми. Но специалисты обещают высадить еще около 80 кленов. На самом деле работы еще много, но обещают управиться к октябрю. А пройтись по новой набережной саратовцы смогут уже на день города. Хотя некоторые сейчас пытаются это сделать под окрики охраны. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов 24. Вернут звездное небо в Саратове, восстановят планетарий. К такому решению пришли федеральные власти. Осмотрели научное здание, которое пребывает в упадке последние годы. Оказалось, что часть постройки на Чернышевского уже принадлежит крупному бизнесмену. Он оформил помещение в собственность в лихие 90-е. А сам планетарий ютится в небольших залах. Роман Базан выяснил, что теперь изменится. А в итоге, да, 50% площади отдаются. Во время рабочего визита Вячеслав Володим посетил планетарий. Научные здания на Чернышевского переживают не лучшие времена. В запустении многие помещения. Половина постройки принадлежит коммерсантам. С подачи ныне покойного, бывшего первого секретаря горкома Валерия Слепова. Первый секретарь горкома ФПСС. Уходящие страны, да, вот такую ассоциацию государственных предприятий возглавил, якобы защищая их. А на самом деле выводили такие объекты. И не только. Из государственной собственности. Это считается цокольный этаж. Поэтому мы попали на площадку первого этажа. В роли гида председатель общества знания в Саратове. По словам Екатерины Льговой, еще недавно зал лекторий был захламлен. Нанимали строительную технику и вывозили мусор. Помогали руководству планетария. Среди персонала здесь остались только директор и два экскурсовода. Ну вот он в таком состоянии. Ну вот отсюда мы вывезли, наверное, КамАЗа-2. То есть расставили то, что помыли, привели по умению. Там запасный выход. А что же здесь было до того, как вы два КамАЗа мусора вывезли? Очень запомнено было. Здесь старая мебель была. Серванты, какие-то коробки, какие-то стулья разломные. Пользовались. Здесь лекции читали. Но читали его в первых рядах. Кресел там можно было сидеть. Планетарий в Саратове появился еще в 90-х. Ежегодно его посещает порядка 8 тысяч человек. Но за последние десятилетия в помещениях не было ремонта. Не обновлялось и оборудование. Нам надо возвращать все то, что принадлежит людям, стране. И помогать восстанавливать будем планетари. Потому что у нас, в принципе, ребятишка некуда, кстати, особенно для того, чтобы соприкоснуться с новыми знаниями. Получить дополнительные навыки, квалификацию. Это не только касается планетария. В целом, в городе таких мест явно недостаточно. И если их называть, планетария среди них стоит на первом месте. Володин предложил за месяц проанализировать, сколько нужно времени на реконструкцию научного объекта. По его словам, строительные работы здесь можно вести в любое время года. Сотрудники планетария уже задумались о музее. Хотят выставить старое оборудование. Некоторым образцам уже по 60 с лишним лет. Роман Базан, Алексей Чудин, Саратов, 24. Этой темой заинтересовался и саратовский поэт Юрий Алексеев. Он решил написать произведение. Его творчество представляем вашему вниманию. Планетарий – место, где взялись тайны неба открывать нетленные. Но однажды в нем, как видим, мы сошлись. Совершенно разная вселенная. Это были некий бизнес-план и наука, а вселенные знания. Прибыль, видно, шла в один карман, а не для науки содержание. Много лет прошло с тех пор. Увы и ах. В планетарии теперь такое дело. В зале – хлам, разводы на стенах. Оборудование также устарело. Чтобы знанием и нам всем уцелеть, чтобы не было подобного изъяна, может, хватит на вселенную смотреть. Только через призму бизнес-плана. Сколько весит мусор в Саратовской области специалисты приступили к измерениям объемов твердых бытовых отходов. На протяжении года им предстоит заглянуть на сотни контейнерных площадок. Это касается и больших городов, и маленьких населенных пунктов. Только так можно будет точно узнать, сколько мусора оставляют после себя жители региона. Ведь от этого напрямую зависят и тарифы на его вывоз. Жанна Марченко продолжит тему. Опускается мерная линейка, и мы определяем объем на полности контейнера. После замера вносят в журнал и поднимают контейнер в воздух. На кране установлено оборудование, которое определит точный вес заполненного мусорного бака. Такую процедуру здесь, как и на других контейнерных площадках области, будут повторять каждый день на протяжении недели. Последний раз такие замеры в нашем регионе проводили больше пяти лет назад. Вот прошло пять лет, мы должны получить с вами новые нормативы и посмотреть, близки они к факту образования тех отходов, которые население приносит на контейнерную площадку, или же все-таки они у нас завышены, занижены. То есть мы, имея уже нормативы на сегодняшний день, которыми пользуется население, и начисляется плата, мы посмотрим, какие нормативы мы получим, и какая плата населения будет в последующие годы. Новые тарифы установят во всех районах области, их объединили в разные категории. Это Саратов, Энгельс и Балакова и три подгруппы для небольших населенных пунктов. Такое разделение позволит людям платить за вывоз мусора, исходя из загруженности баков и контейнеров. В городе она всегда выше. Средний показатель специалисты и смогут определить с помощью взвешивания. Замеры происходят по четырем сезонам года. То есть это летом, осенью, зимой и весной. Очень положительно мы оцениваем, что заказчик разделил муниципальное образование по категориям. Всего будет пять категорий. Ну это достаточно большое количество. Ну достаточно, могу сказать, что для Краснодарского края их всего четыре, для Ростовской области три. Взвесят мусор как на контейнерных площадках частного сектора, так и в многоквартирных домах, где установлен мусоропровод. А вот несанкционированные свалки в расчет браться не будут. Туда тоже зайдет техника, но только для того, чтобы их ликвидировать. Между правительством области и региональным оператором достигнута договоренность о ликвидации указанных захламлений в пяти крупных городах. Это Саратов, Энгельс, Балакова, Вольск и Пугачев. Силами регионального оператора преимущественно с территории частного сектора. Что же касается массового взвешивания, окончательную цифру специалисты увидят только летом следующего года и уже после приступят к разработке новых тарифов. Будет ли плата за вывоз мусора ниже или выше, сказать пока никто не берется. Но проведя исследования во многих городах страны, эксперты уже сделали вывод, что сейчас саратовцы платят больше, чем жители соседних регионов. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Сели за партой на этой неделе. Образовательные учреждения области вновь распахнули свои двери для школьников и студентов. В этом году отправились учиться свыше 250 тысяч человек, в их числе около 27 тысяч первоклассников. Об этом сообщает информационное агентство Саратов-24. Первые лица области и города посетили торжественные линейки в разных школах Саратова. Так новых учеников предуниверсария приветствовал Вячеслав Володин. Образовательное учреждение для одаренных детей открылось в прошлом году. Тогда сюда поступили учиться 200 человек восьмых и десятых классов. В этом году еще столько же. Знания нам всем необходимы для того, чтобы делать жизнь лучше. Вы получите знания дополнительные в области программирования, робототехники, медицины будущего, биотехнологии. Все это вам поможет в жизни стать более эффективными, принести больше пользы обществу. Удачи вам! Звонок прозвенел и в новой школе в 11 микрорайоне поселка Солнечные-2. Сюда отправился и губернатор Валерий Радаев. Он не только поздравил всех с днем знаний, но и прошелся по новому учебному корпусу. Посмотрел бассейн, школьные кабинеты, заглянул даже на кухню. Здесь идет, родители депутрируют 10-дневное меню. У нас это ежегодно происходит. Будет 10-дневное? Да, будет 10-дневное. Здравствуйте, приятно. Здравствуйте, привет. Ну, товарищи родители, скажите, во-первых, всех вас с праздником. Спасибо. С начала нового учебного года. Как меню? Изумительно. Изумительно. Очень-очень вкусно. Поэтому контролируйте, чтобы всегда было, начиная с первого дня, на высоком качестве. Глава региона вручил школе сертификат на приобретение робототехнического оборудования. Напомню, новая школа рассчитана на 1100 мест. В корпусах размещены 60 учебных кабинетов. Они оснащены современным оборудованием. Есть актовые конференц-залы, два спортзала, бассейн. Рядом со школой расположены футбольное поле, самая большая в городе площадка для сдачи ГТО. Школа станет вторым корпусом лицея «Солярис», открытым в 2017 году. После ввода нового здания лицей уйдет от обучения в две смены, а дети из 11 микрорайона получат возможность ходить в школу рядом с домом. Вырастить свежую зелень с помощью гидропонной установки. Теперь такая возможность есть у учеников Саратовской школы интерната номер 4. К первому сентября там полностью обновили почти половину классов. Причем не только сделали ремонт, но и закупили оборудование, которое позволит детям с ограниченными возможностями проводить уникальные опыты и эксперименты. Жанна Марченко убедилась в этом лично. Мы можем из любых фруктов, как и овощей, приготовить сок. А еще печь хлеб, варить кофе, пользоваться плитой и посудомоечной машиной. Всему этому детей в школе-интернате номер 4 учат на уроках. Предмет социально-бытовая ориентировка в стенах учебного заведения существовал всегда, но в этом году преподают его по-новому. Ведь никогда раньше в распоряжении педагогов не было кухни с таким огромным набором техники. Это мы все будем использовать, потому что дети у нас должны знать все, как это используется, для чего это. То есть наши дети будут супер домашними, как говорится, кулинарами и поварами. Это особенно важно, потому как речь идет о детях с ограниченными возможностями. Все ученики школы имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Но здесь их готовят к взрослой и самостоятельной жизни. Что же касается других уроков, они с этого года теперь тоже будут проходить в новом формате. Летом в интернате в рамках проекта «Добра школа» провели так называемую перезагрузку семи из 20 школьных кабинетов. Этот проект дал перезагрузиться коррекционному образованию полностью. Новейшее оборудование, интерактивные доски, интерактивные столы, цифровые микроскопы, гидропонная установка. Ну я не знаю, вся мебель, которая есть новейшая. К примеру, в каждом кабинете теперь есть дополнительные зоны отдыха. Если ребенок устал сидеть за партой, он может переместиться на мягкий диванчик. А вот скучно на уроках теперь точно не будет, говорят педагоги. Обычный кабинет биологии превратился в современную большую лабораторию. Трогать наглядные пособия не только можно, но и нужно. Я думаю, что процент качества повысится в разы. Дети биологию и химию полюбят и будут посещать предметы, не пропускать. Только требовать, чтобы была одна биология и химия в расписании. Сюрприз ждет и тех, у кого в расписании есть занятия с логопедом. Этот кабинет тоже наполнили современным оборудованием. Распоряжение детей, кукольный театр, интерактивный телевизор, уголок для песочной, арт-терапия, мультимедийная приставка и умное зеркало. После синхронизации с компьютером в нем ребенок увидит не только свое отражение, но и сказочных героев, которые помогут ему правильно произносить буквы и слова. Жанна Марченко, Роман Шидяев, Саратов, 24. О криминальных новостях расскажет официальный представитель регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова. Здравствуйте, Анастасия. Вам слово. Спасибо, Павел. Поймали с поличным. Саратовские полицейские задержали мужчину. Его подозревают в краже. По словам оперативников, он похитил мобильный телефон у студента-иностранца. Его посадили в машину, обещали показать город. Тот согласился. В какой-то момент у подданного другого государства отобрали телефон и избили. Полицейским понадобилось всего несколько часов, чтобы найти и задержать грабителя. Им оказался 28-летний мужчина. Его уже заключили под стражу. По словам правоохранителей, за это преступление ему грозит до 7 лет тюрьмы. Иностранец в машине уронил телефон, тот отъехал. Я побежал за ним. И этот за мной. Конфликт между вами как разник? С кем? С иностранцем. У меня никакого конфликта не было. А почему телефон не вернули? Телефон почему не вернули? Мы собирались вернуть. Нашел арсенал. Житель Красного Октября обнаружил в крыше своего дома тайник. Разбирал конструкцию и наткнулся на деревянную коробку. В ней находился парабеллум и патроны. Пистолет был завернут в пятикопеечную газету 40-го года. Сельчанин решил не скрывать это и вызвал полицейских. Оказалось, что это немецкий самозарядный пистолет начала прошлого столетия. В хорошем состоянии. По словам оперативников, в тайнике было 4 магазина и полторы сотни патронов. Кто спрятал оружие, неизвестно. Но за сданный парабеллум мужчина получит вознаграждение. Парабеллум. Образца 1910 года. Данный пистолет в отличном состоянии, без следов коррозии. Люди, которые примерно что-то похожее находят, что бы вы им посоветовали сразу же сделать? Ну, естественно, что бы это, если историческая лужа, конечно, это в музейках, то сказать, что какая-то память была. Если это оружие? Если оружие, то лучше полмузывание сразу в органы и сдать его. Получать услуги в электронном формате очень удобно. Например, не выходя из дома, можно сформировать пакет документов и направить в любой орган власти, воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг. При регистрации подтверждение паспортных данных может занимать от нескольких минут до пяти дней. После успешной проверки на ваш электронный адрес или номер мобильного телефона должно прийти подтверждение. О том, почему не проходят проверку паспортные данные на портале госуслуг и что при этом необходимо делать, расскажет заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции Вера Геллерт. В соответствии с действующим законодательством, при замене паспорта и его получении непосредственно в подразделении по вопросам миграции, сведения в информационные учеты МВД России вносятся в течение двух рабочих дней, а в случае получения паспорта в МФЦ в течение четырех рабочих дней. Действительность паспорта гражданина Российской Федерации вы можете проверить на сайте МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов» в течение двух либо четырех дней после его получения. Это был обзор событий за неделю. Спасибо, Анастасия. О криминальных новостях рассказала официальный представитель регионального управления внутренних дел Анастасия Захарова. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, затем мы продолжим подводить информационные итоги недели. Про Александра Невского сделали комиксы. Увидеть их можно в историческом парке. Верхом на байке 136 лет назад был запатентован первый мотоцикл. О том, как изменились двухколесные, расскажем в репортаже. Здравствуйте. С 6 по 12 сентября в Саратовской области метеорологи обещают понижение температуры и холодные дожди. Температура днем ожидается от плюс 14 до плюс 21 градуса, а ночью от плюс 7 до плюс 11. Атмосферное давление неустойчивое, но в среднем в пределах нормы. Прежде говорили, в сентябре лет кончается, а вот осень начинается. А если листья березы желтеют с верхушки, то будущая весна будет раннее. А если внизу – позднее сентябрь. Богат на праздники. Не забудьте поздравить 8 сентября, в День финансиста, всех тех, кто имеет отношение к экономической деятельности. А 2 воскресенье сентября, то есть 12 числа, свой праздник отметят служащие танковых войск и танкостроители. С вами был Александр Новохадский. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи. Нет благоустройства. Речь об одном из дворов на улице Ермощенко в Пугачеве. Там разбитые дороги, а детская площадка не обновлялась еще с советских времен. Николай Панков инициировал установку новых игровых элементов. Правда, до сих пор даже не подготовлено основание под площадку. Анна Заболуева расскажет, как будут разбираться с проблемой. Разбитая дорога и остатки старой детской площадки. Таким ежедневно видят свой двор жители улицы Ермощенко в Пугачеве. Благоустройства здесь не было уже много лет. В непогоду людям приходится пробираться через грязь и лужи, рассказывают местные жители. А в песочнице на детской площадке мусор и сухие ветки. О своих проблемах они рассказали Николаю Панкову. Если бы мы уже говорили, что здесь кто-то хотя бы занялся территорией, вы бы хотя бы старые покрышки убрали, которые здесь просто лежат на дороге уже месяц. Вот сколько мы сюда ездим, они столько лежат. Так не пойдет. Еще раз говорю, так не пойдет. Я или сюда в следующий раз буду приезжать, или в следующий раз вначале будет прокурор заниматься должностными лицами, кто это должен делать, а потом буду приезжать я. В этом дворе должны были установить новую детскую площадку. Ее строительство инициировал Николай Панков. Правда, из-за нерасторопности местной власти территорию до сих пор не рассчитили от деревьев. Дали новую площадку. Она у вас где-то на складе лежит. Вы ее сейчас разворуете, как всегда там. Понимаете? Тогда зачем? Тогда давайте скажите, если здесь вы не можете это сделать, давайте я тогда буду приезжать со своими помощниками и делать. Но я уже устал за вас траву укосить. Сегодня я в Пугачеве траву укошу, нанимаю. Рисы, деревья, кашу нанимаю. Но так же нельзя. Так нельзя. Понимаете? Они правильно, жители говорят. Ну где, куда тут устанавливать? Ну вы ее хотя бы выровните. А вот в центре Пугачева с благоустройством таких проблем нет. На улице Топорковской уже завершают строительство тротуаров. Пешеходные дорожки будут идти к местному вокзалу. А что немножко опаздываете? Нет, а это новый подряд уже. А, недавно зашли, да? А, 15 дней. Молодцы. Нет, за 15 дней то молодцы. Хорошо. Я смотрю, качественно делаете. Вот, в этом плане. Единственное, техники, наверное, побольше. Потому что бордюры они у вас руками носят. Но много они так не успеют сделать. Нет, это слово. А, собираем, да, чтобы уже засыпку делать. Большое строительство тротуаров в Пугачеве проводится впервые. Рабочие делают пешеходные дорожки в тех местах, где раньше их никогда не было. В первую очередь строят тротуары, которые ведут к социально значимым объектам. Анна Заболуева, Олег Буланов, Саратов, 24. Объехать пробки скоро такая возможность появится у жителей Энгельса. В городе завершился третий этап строительства объездной дороги. Она начинается на стыке улиц Нестерова и Колотилова, а доходить будет прямо до федеральной трассы. Пока же выезд из города в районе Шумеки только один. И он часто бывает перегружен машинами. Жанна Марченко продолжит тему. Установлено барьерное ограждение. Барьерное ограждение современное, оцинкованное, со световозвращающими элементами. После официального открытия здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, если понадобятся искусственные неровности и светофоры. Пока же главная задача чиновников и специалистов – убедиться, что всю работу подрядчик выполнил на совести. Новый асфальт прослужит здесь много лет. Сегодня визуально осматриваем дорогу. Все элементы дороги мы осмотрели. Покрытие проезжей части, укрепление обочин, ограждение, бортовой камень. По всем элементам визуально замечаний нет. А более тщательно перед сдачей проводили все необходимые замеры и испытания. Это стройконтроль производил. Эту дорогу строили, что называется, в чистом поле. Она начинается на стыке двух улиц – Нестерова и Колотилова – и фактически станет дублером студенческой. Сейчас это единственный выезд из города в сторону Нового моста и трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Как раз эта дорога позволит разгрузить улицу полиграфическую и студенческую. Потому что ни для кого не секрет, что как поливной день, среда, пятница – это действительно не типично для нашего города, но пробки образовываются. Это большой плюс и для автомобилистов, которые следуют в наш регион транзитом. Большегрузы не могут передвигаться в центре города. В Ангельском районе находится множество промышленных предприятий. У нас и бизнес развивается в городе, есть транзитный транспорт. И большегрузы как бы не пускают в город. Из-за этого им приходится объезжать. И эта, конечно, дорога очень им будет в подспоре, что они будут экономить сперва в свое время. И плюс не загрязнять своими выбросами именно те районы, где проживают люди. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались еще в 2019. В 2019-м дорогу делают в несколько этапов. Сейчас завершился третий. Конструктив один и тот же. Конструктив здесь по проекту отличный. Это песчаный слой 34 сантиметра, сетка, щебень здесь использовался высокопрочный шлаковый 32 сантиметра и три слоя асфальта. То есть по конструкции отличная дорога будет. Завершить строительство планируют в следующем году. Работы начнутся весной, как только позволит погода. Если говорить о протяженности, в общей сложности осталось чуть больше двух километров. Также в планах строительства кольцевой развязки в районе детского санатория в этом месте улица как раз и соединится с федеральной трассой. Жанна Марченко, Алексей Чудин, Саратов, 24. В музее покажут комиксы. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась экспозиция. Александр Невский. История жизни благоверного князя языком графического романа. Это первая в России выставка комикс. В создании мультимедийного проекта приняли участие более 20 разнопрофильных экспертов. Историки, художники, дизайнеры и колористы из России и Европы. Надежда Новикова побывала на открытии выставки. Об Александре Невском в картинках так решили рассказать про благоверного князя в историческом парке «Россия. Моя история». Сегодня здесь открылась первая выставка комикс. Разместился мультимедийный проект на 2000 квадратных метрах. Занял два этажа здания. Специально для экспозиции было написано 9 музыкальных произведений. На самом деле Александре Невском рассказать сложно. Всего одно портретное изображение и обрывистые сведения из летописей. Но у создателей выставки комикса это получилось. Та рабочая группа, которая работала над этой выставкой, на создание этой выставки, а это были и дизайнеры, и художники, и историки, и филологи, они опирались прежде всего на то, что у них было в наличии, на что они имели. А что касается самой выставки, конечно, она может быть неоднозначна, потому что она представляет собой комиксы. Но вот этой красной нитью через всю выставку проходит мысль о святости Александра Невского прежде всего и о его героических подвигах. И мне кажется, если бы я была подростком и пришла на эту выставку, то что-что, а личность Александра Невского мне бы запала в душу. Иллюстрированный трагический эпос предстает в виде уникального, анимированного с помощью современных технологий комикса, который поэтапно рассказывает о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. Мы с вами живем в век развития клипового умышления и воспринимаем информацию только тогда, когда она подается нам предельно красочно, ярко, красиво и в то же время кратко и интересно. Так вот, если мы с вами даже посмотрим на современные соцсети, там Инстаграм, ТикТок, они воспринимались сначала взрослым поколением негативно, но сейчас мы видим, что эти формы наполняются довольно интересным, правильным контентом. Новый выставочный проект будет представлен в 23 регионах страны в рамках празднования 800-летия со дня рождения выдающегося полководца. В Саратове видеть проект про Александра Невского можно будет до середины октября. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Он хочет, чтобы о них не забыли. В Саратове остался единственный ветеран юнга Северного флота. Ему 94 года, и он продолжает бороться за общую идею. Мечтает установить памятник соловецким юнгам, саратовцам, служившим на флоте во времена Великой Отечественной войны. И вроде место для юнги выбрано, есть и эскиз, и одобрение от администрации города. Но памятника все нет. Екатерина Сулейманова расскажет, почему. О, бог ты, боже. Даже от детят уже тяжело стало. Юрий Баранов – один из тех, кто вернулся с Великой Отечественной войны живым. В 16 лет он отправился на Северный флот. Пока моряки воевали на берегу, славецкие юнги под руководством адмирала Кузнецова взяли на себя море. В 17 лет, после окончания школы, пошли воевать все. Воевали, значит, на Балтике, в Северном флоте, на Черном море. Воевали в Дюнойской флотилии, Днепровской флотилии, в Абурской флотилии, даже уже там, когда с японцами. Короче говоря, вот из трех шут 121 человек вернулись. В области из юнг-соловецкой школы он остался один. Юрию Баранову – 94. Но отступать он не привык. В городе, по его мнению, должен быть памятник погибшим на войне юнгам. Около 20 лет назад в саду Липки установили памятную плиту. В дальнейших планах ветеранской организации был памятник юнге в полный рост. Неужели нельзя найти эти полтора миллиона? Я в это дело просто не верю. Просто, мне кажется, нет желания у современных чиновников решить этот вопрос положительно. Есть эскизы проектно-сметная документация и даже одобрения от главного архитектора города. Но памятника нет. Точно никому не помешает. Все равно здесь есть камень, который символизирует, что памятник будет дальше. Все равно здесь собираются. На день военно-морского флота собираются. По-моему, только лучше будет. Достаточно того, что сделано. И уже памятник не ставить. Памятник? Ну, можно, раз наши подвиг совершили, я считаю. Я историей не увлекаюсь и не знаю. И большинство памятников мимо хожу и не знаю, кто это такие. Как бывший моряк-подводник, я только двумя руками за. Потому что памятник давно назрел. Люди воевали, молодые подростки, погибали. Поэтому память должна о них храниться вечно. Жители города, как выяснилось, в основном за установку памятника юнгам. Вопрос остался за малым. Найти полтора миллиона рублей. Екатерина Сульманова, Олег Буланов, Саратов, 24. Пересели на двухколесное. Ровно 136 лет назад был запатентован первый в мире мотоцикл. Его изобрели немецкие инженеры Даймлер и Майбах. Тот аппарат имел мощность в полторы лошадиной силы и мог разгоняться до 12 километров в час. Скорость современных байков в десятки раз выше. Да и внешне они сильно отличаются от своего предка. Анна Забалуева узнала, как изменились мотоциклы с 19 века. В своих руках она держит 40 кобыл. Ирина Федорова пока еще только начинающая мотоциклистка. Девушка за рулем круизера второй сезон. Говорит, в их семье на двухколесном передвигалась даже ее мама. Теперь же Ирина сама колесит по городу и за его пределами на Хонде. Рассказывает, что хрупкая девушка на таком большом аппарате вызывает восторг и у мотоциклистов, и у автомобилистов. Круизеры предназначены больше для путешествий на дальние расстояния. В прошлом году самое дальнее было, конечно, Пенза. В конце сезона, потому что еще было мало опыта. В этом году я уже так поездила. Оказывается, когда приобретаешь мотоцикл, узнаешь очень много-много красивых мест просто рядом с домом. Это сейчас мотоцикл может двигаться по трассе, обгоняя фуры. А первая запатентованная модель была на бензиновом карбюраторном двигателе и имела мощность всего полторы лошадиной силы. Скорость такой мотоцикла развивал до 12 километров в час. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. Много нужно поставить на подставку. Это ровный мотоцикл, ровная посадка по седлу и для водителей, и для пассажиров. Соответственно, это доставляет удобство при передвижении. То есть передвигаться на нем по городу? Передвигаться на нем по городу, да. Это одна из самых популярных моделей мотоциклов. В мотосалон привезли его прямиком из Индии. Баджаж стоит чуть больше 100 тысяч рублей. Мощности в 150 кубов хватает, чтобы без проблем передвигаться по городу. Кстати, сейчас в саратовских мотосалонах можно подобрать двухколесного на любой вкус. Есть эндуро, дорожные пикбайки. Вообще можно подобрать двухколесное транспортное средство, начиная от 50 тысяч. То есть это будет обычный скутер, либо это будет малокубатурный мотоцикл. И цена возрастает до полутора миллионов. В этом ценовом диапазоне даже дороже есть мотоциклы, эксклюзивные. Ценник переваливает уже за достаточно такие серьезные суммы. Настоящему мотоциклисту мало иметь байк. Для безопасности важно приобрести специальную защитную экипировку. Это куртка и шлем. Удовольствие не из дешевых. Потратить придется минимум 20 тысяч рублей. Но самое главное, выезжая на улицы города, это отучиться в автошколе и получить права категории А. А тех, кто ездит без прав, могут ловить саратовские полицейские. Они тоже недавно пересели на мотоциклы. Кстати, чаще всего на двухколесных без документов попадаются подростки. Штрафы за такие выезды оплачивают их родители. Анна Забалуева, Роман Шельдяев, Саратов-24. Таковы главные новости этой недели. Это был совместный проект телеканалов ОТР и Саратов-24. Информационный час продолжит рубрика «Гость студии». Вместе с главой Саратовстата поговорим о переписи населения, которая стартует совсем скоро. А позже смотрите рубрику «Спецпроект». Перепись населения все же состоится. Уже известны точные сроки. Это сентябрь 2021 года. Напомню, масштабное исследование должно было состояться еще год назад. Но из-за пандемии коронавируса сроки переписи сдвинулись. Предварительные итоги специалисты подведут в апреле 2022 года. Окончательные официально опубликуют в конце 2022 года. Подробнее о том, как будет проходить перепись населения в нашем регионе, поговорим с руководителем Саратовстата Вячеславом Сомовым. Вячеслав Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как в этом году будет проходить перепись населения и когда она точно начнется? Всероссийская перепись населения начнется в соответствии с постановлением правительства, которое принято в августе 2021 года, с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Вот в этот период она будет проходить. Это активная фаза. До этого был подготовительный период, потом будут подведения итогов. То есть сейчас идет уже, если можно так сказать, последняя подготовка? Да. Да, мы завершаем подготовку, набираем переписной персонал, инструкторов, контролеров, которые будут обучать этот переписной персонал. Готовим программу обучения. В общем, мы полностью готовы. Это масштабное исследование. Вот сколько человек будет задействовано в нашем регионе? Можно сказать точно? На территории Саратовской области будет 4,5 тысячи переписчиков. Это достаточно? Да, это достаточно. Для сравнения, в предыдущей переписи 2010 года задействовано было 6300 переписчиков. В предстоящей переписи их будет меньше, как я уже сказал, 4,5 тысячи. Это связано с тем, что нагрузка на переписчиков в предстоящей переписи возрастет. Потому что, помимо того, что ответы на вопросы переписчиков сразу же будут заноситься в персональный планшетный компьютер, помимо этого, можно еще пройти перепись самостоятельно на портале государственных услуг. Поэтому и нагрузка на переписчиков возрастает. Вот как раз хотелось спросить о портале госуслуг. То есть это некое нововведение и не обязательно дожидаться людей, которые придут. Можно заранее пройти, получается? Совершенно верно. Пройти можно перепись самостоятельно на портале государственных услуг. Для этого необходимо иметь всего лишь одну зарегистрированную учетную запись на члены семьи. И этот член семьи может переписать всех людей, с ним совместно проживающих. То есть что для этого нужно? Иметь аккаунт? Для этого нужно иметь зарегистрированную учетную запись. Ну, собственно, все. И желание. Да, желание. Устойчивый интернет. Ну, собственно, все. А то есть там такие же вопросы, которые будут в анкете? После того, как вы заходите на портал госуслуг и открываете ссылку «Участие в переписи населения», там появляется на экране переписной лист такой же. Вы его отвечаете на вопросы. После того, как закончили ответы на вопросы, отправляете переписной лист и дожидаетесь получения кода с портала госуслуг. Код говорит о том, что вы перепись прошли. И этот код нужно будет сообщить переписчику, который к вам все-таки придет. То есть он все равно все-таки придет? Да, он все равно придет для того, чтобы спросить. Вы прошли перепись на портале госуслуг, тогда вы ему скажете код, и он уйдет. Общение займет там порядка двух минут, может быть. Если же на портале госуслуг перепись вы не проходили, то переписчик приходит. И в штатном режиме вы где-то потратите 25-30 минут для того, чтобы ответить на вопросы переписчика. Он их занесет в плашетный компьютер и поблагодарит вас за участие и попрощает. Смотрите, те люди, которые выберут путь через госуслуги пройти переписи населения, если у них какие-то сложности возникнут в процессе ответов на вопросы, на анкетирование, они куда-то могут обратиться? Или лучше тогда дождаться просто переписчика? Нет. При самостоятельном заполнении, если возникают вопросы, надо обратиться в службу технической поддержки единого портала государственных услуг. Если вопрос технического характера, то будет дано разъяснение специалистами технической поддержки портала госуслуг. Если вопрос по заполнению переписных листов, то ответ придет от специалиста Росстата. То есть, в принципе, даже если человек ошибется при ответах на анкете? Нет, он не ошибется. Но у него возникнет вопрос, если он не знает, как это сделать. Просто дальнейшее заполнение не продолжится, пока он не устранит какую-то неполадку, если это техническая неполадка. Или он не выяснит у специалиста Росстата, как ему заполнять графу, и тогда он перейдет к следующему вопросу. А скажите, отвечать на анкету на портале госуслуг можно уже сейчас, или тоже начиная с октября месяца, когда стартует переписи населения? Отвечать на вопросы анкеты на портале госуслуг можно будет с 15 октября по 8 ноября 2021 года. В настоящее время портал госуслуг практически готов к этому. Там проходит положенное техническим регламентом тестирование, для того, чтобы с 15 октября перепись на портале госуслуг успешно стартовала. Вы назвали сроки прохождения анкетирования на портале госуслуг 15 октября, 8 ноября. То есть, это те же самые сроки, когда и будет длиться перепись населения? Просто перепись населения на портале госуслуг заканчивается чуть раньше, потому что там требуется время на обработку материалов. А так, как я уже сказал, в штатном режиме перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. А еще такой вопрос. В переписи должны все принять участие? Да, в переписи должны принять участие все жители Российской Федерации. Это их гражданский долг. То есть, отказаться нельзя? Ну, нежелательно. Я повторяю, это гражданский долг. Сведения о населении, они собираются раз в 10 лет. Предыдущая перепись была в 2010 году. Поэтому изменения, конечно, произошли очень существенные. И необходимо актуализировать информацию о населении, потому что на основе этой информации будут приниматься важные государственные программы, связанные с образованием, здравоохранением, с демографией, с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну и так далее. То есть, по сути дела, перепись нужна для того, чтобы наша страна развивалась? Конечно. Вы сказали о том, что можно пройти перепись, поучаствовав лично, на портале госуслуг. То есть, это первый способ, я понимаю. Второй способ – это дождаться переписчика. Есть еще какие-то? Ну, это два способа. Помимо этих, есть еще возможность. Если вы не хотите принимать переписчика дома, можно прийти на стационарный переписной участок, который будет располагаться в МФЦ. У нас таких участков по области будет 45. Вот на этом участке вам окажут помощь и проконсультируют. Там будут еще работать. Помимо того, что на стационарном участке будет переписчик находиться, там еще будут и волонтеры, которые могут вам разъяснить, помочь заполнить переписной лист. Кстати, там в МФЦ, на стационарном переписном участке, можно заполнить переписной лист двумя способами. Либо это сделает переписчик и сразу же внесет ваши ответы в персональный планшетный компьютер. Либо также можно сделать это на портале госуслуг, но только на территории МФЦ. Вы получите код и код уже потом сообщите переписчику. Это такая возможность предоставляется тем гражданам, где неустойчивый интернет, и они приходят в МФЦ, а там, как правило, с интернетом все хорошо. И Wi-Fi есть, и проводной интернет. Проблем не должно быть никаких. А смотрите, прийти в эти пункты можно в любой рабочий день? Или также нужно по записи? Да, в любой рабочий день. В штатном режиме работы МФЦ. Еще такой вопрос, смотрите, ну, в принципе, вы рассказали, о чем будут спрашивать переписчики. А как их узнать? Они будут как-то одеты по-особенному? У них там, я не знаю, будет какое-то удостоверение, значок? Каждый переписчик будет иметь определенную экипировку. Это, во-первых, жилет с символикой переписи населения. У него будет в руках портфель, также с символикой переписи населения. В темное время суток и в помещениях, где темно, он применяет налобный фонарь. В светлое время суток он его содержит в портфеле. Конечно же, у него будет удостоверение переписчика, которое действительно только при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. И, соответственно, паспорт у него также будет с собой. То есть бдительные саратовцы могут спросить и должны знать, что у переписчика должно быть... Да, что они всегда могут убедиться. Не только по экипировке, а даже с помощью предъявления документов. Для сведения жителей Саратовской области скажу, что каждый переписчик предварительно, прежде чем был нанят нами на работу, он прошел проверку через органы внутренних дел на предмет судимости. А смотрите, как можно было стать переписчиком? Я так понимаю, это добровольцы или люди за эту работу что-то получат? Это добровольцы, потому что каждый может принять участие добровольно, написав заявление о том, что он хочет быть переписчиком. Как только он проходит отбор, мы заключаем с ним договор на время переписи. Естественно, он за это получает денежные средства, денежное вознаграждение. Из расчета 18 тысяч рублей в месяц получает переписчик и 20 тысяч рублей в месяц контролер. Но, насколько я понимаю, всех переписчиков уже отобрали? Или еще можно тем, кто задумывается? У жителей Саратовской области есть возможность поучаствовать в переписи, обратившись в Саратовстад через сайт, через телефоны горячей линии и другую контактную информацию, которую мы распространяем через информационно-разъяснительный материал. Смотрите, вы сказали, что 4,5 тысячи человек будут задействованы в переписи населения. Я так понимаю, в основном это молодые люди, студенты? Это могут быть и студенты, могут быть люди среднего возраста. Возраст здесь мы не ограничиваем. Если у человека есть возможность, он чувствует в себе силы и здоровье для того, чтобы поучаствовать в переписи, то это только приветствуется. А смотрите, как технически будет проходить перепись населения? То есть между участниками, вернее, между теми, кто будет обходить и переписывать людей, у них какие-то специальные районы, квадраты будут или как? Да, конечно. У каждого переписчика в соответствии с его нагрузкой есть определенные участки. Вот он по ним проходит, заходит в каждый дом, если это в сельской местности отдельно стоящий, или в каждую квартиру, если это многоквартирный дом, дома на его участке. Спасибо, что пришли к нам в студию, так подробно отвечали на наши вопросы. Я напомню, что с руководителем Саратов-Статовичом Сомовым мы говорили о переписи населения. У нас сейчас остался не отремонтирован именно тот участок дороги, который имеет наибольшую изношенность. К Вячеславу Володину обратились жители, проживающие на границе с Волгоградской областью. Они просили сделать участок дороги в 7 километров от Свердлова через Колокольцовку на Жирновск. Говорят, сейчас там не проехать. Контролировать этот вопрос поручили Андрею Воробьеву. По его словам, дорогу сделают в этом году. Но у нас нет газа. Единственный поселок в районе. Три года назад 7 километров от поселка к нам провели трубы, поставили ГРП, но до сих пор дальше, за три года. Без газа живет целый поселок, 49 домов. Они тоже попросили о помощи. Когда начали разбираться, оказалось, недоработали местные чиновники. Вопрос. У нас что, газификация остановилась 20 лет назад. Сейчас-то вам газовики довели. Ну, сколько там километров-то вы сказали осталось? Да нисколько. 10. Ну и что, и вы по деревне не можете пройти. Вы ищете за счет, кого это сделать. Это как раз вопрос к нам, ко всем. Нам либо, если мы на себя взяли обязательства, надо выполнять, либо тогда лучше к предмету не подходить. Население берет воду из колодцев. Сейчас уровень воды очень низкий. Там одно-два ведра практически. И люди сидят без воды. А вот жители села Федоровка пожаловались на отсутствие воды. Проблеме уже не один год. Есть даже проектно-сметная документация. А вопрос водоснабжения не решается. Чиновники Калининского района бездействовали и здесь. Варианта два. Ненадлежащее исполнение полномочий главой правительственной области. Либо у вас есть возможность это все решить. Вот вы где должны себя проявлять. Понимаете? Защищайте права граждан. Надо сейчас искать решение по аналогии с Дорожным фондом, но только по водообеспечению поселений сельских. Поселение должно решить вопрос качественного обеспечения. И привести в порядок дороги. Просили жителей Калининского района отремонтировать районный дворец культуры. Ремонт он не видел несколько десятков лет. Холодная и горячая вода. Все удобства. Чтобы в доме были хоть какие-то удобства, семья Борискиных установила на своем участке свой мини-насос. У них одна мечта на всех – жить комфортно в собственном доме. Пока сделать этого не получается. Вопрос, конечно, с водой. Проект у нас, грубо говоря, тоже на стадии завершения, насколько мне известно, он к 1 октября будет готов. И после того, как у нас будет готовый проект в руках, у нас появится та цифра, на которую мы должны выйти по водообеспечению. В поселке Воробьевка, где дали землю многодетным семьям, нарезано 1200 участков и всего 15 достроенных домов. Многие так и не смогли здесь построиться. Некоторые продают землю за бесценок. На днях здесь побывал Вячеслав Володин. Он уверен, поселок надо развивать, причем за бюджетные средства. Это, если хотите, первый такой большой проект, реализуемый в городе Саратове для многодетных семей. Поэтому давайте с вами проработаем очередность его реализации. Мы вот только что с вами обсуждали тему водообеспечения. У нас с вами здесь и водообеспечение, и обеспечение газом. И дороги надо строить, и садики надо строить, и школы надо строить. И смотреть, где здесь будет поликлиник находиться. Здесь есть и река, и пруды, и место живописное. По словам Вячеслава Володина, чтобы поселок ожил, этот проект должен быть комплексным. Пока здесь проведено только электричество, необходимо подвести газ, воду, построить социальные объекты, а в будущем обустроить зону отдыха. Разработкой проекта будет заниматься Андрей Воробьев. Он уже обсудил с жителями, что они хотят видеть в поселке. Саратовцы попросили построить тротуары, большие парковки и благоустроить территорию так, чтобы было все необходимое для семей с большим количеством детей. Проект развития поселка Воробьевка обещали презентовать уже через месяц. Здесь тренировались профессионалы зимой. Хоккей с мячом, конькаберс, а нас вот просто детишек только там заливали. Это я еще помню. У «Спартака» богатая история. Постепенно стадион возрождается. В прошлом году на спортобъекте выполнили первую часть восстановительных работ. Теперь «Спартак» ждет второй этап реконструкции. Будут возводить здания с трибунами на 500 мест. Здесь появится зал для занятий легкой атлетикой, а также для силовой подготовки, тир и раздевалки. Проект уже готов. Курировать этот вопрос Володин поручил Александру Стрелюхину, который возглавляет Центр развития саратовской агломерации. До конца года. Надо максимально здесь выполнить те работы, которые позволяют нам погода. Вот сентябрь, октябрь можно посвятить себя обустройству фундамента. Так, начало второго этапа, фундамент, и специалисты говорят, что в эти средства мы еще должны первый этап. Чем больше успеем сделать, тем лучше. Вячеслав Володин посетил стадион «Спартак». Именно по его инициативе спортивные объекты получил вторую жизнь. Прошлой осень на стадионе появилось новое футбольное поле. Беговые дорожки, спортивные площадки с оборудованием и освещение. Территория была намного больше. Взяли, оттяпали от этой территории. Те, кто собирается, наверное, пенсию и в будущем свою жизнь проводить за пределами Саратова, вот часть участков под те жилые дома, которые здесь появились. Потом еще долгострой появился. Вот, Роман Ильич, должны вместе с Домом РФ найти решение по долгострою. Дольщики получили обманутые компенсации, а дом-то надо достраивать. Вячеслав Володин предложил местным властям искать возможность достраивать многоэтажку с помощью Дома РФ. И желательно потом квартиру в новостройках отдать многодетным семьям. Побывал Вячеслав Володин и в микрорайоне «Звезда». Здесь построят целый медицинский комплекс. Он будет включать в себя детское и взрослое отделения, диагностический центр, женскую консультацию. Подобное учреждение в городе будет первое. Не просто поликлиника должна быть в микрорайоне «Звезда», а должна быть поликлиника с диагностическим комплексом. С введением такого комплекса вопрос с оказанием медицинской помощи в микрорайоне «Звезда» будет закрыт окончательно. Земля под строительство уже передана из федеральной в муниципальную. Первое здание на 500 мест сдадут в этом году. А завершить строительство комплекса планируют в следующем. Мы утрачиваем здание, получается, так? Фактически, да. Если работа не проводится, если у нас сохранность только на бумаге. Вячеслав Володин осмотрел и здание бывшей третьей школы. Когда-то это была частная женская гимназия. Здание на углу Горького и Сакованцете – объект культурного наследия местного значения. Пока оно находится в аварийном состоянии и не используется. Собственников несколько. Восстанавливать его никто не берется. Михаил Александрович, какие предложения? Предложения, чтобы в итоге оказался один баланс-содержатель. Это может быть муниципалитет. И этот объект приспособить под работу с детьми дополнительное образование. Тогда мы возьмем все обязательства в рамках закона. Да, понятно, будет проект на приспособление. Но 150-летнему зданию будет новая жизнь. Продумайте, что может быть в этом здании в будущем. Понятно, что надо готовить будет проект на реставрацию этого здания. С использованием этого здания либо под доп. образование. У нас в центральной части города дефицит большой площадей под доп. образование. Либо, в принципе, под организацию досуга для детей. Рядом пешеходное кольцо, проспект Кирова. Будет точно востребован. С 2013 года дом находится в ведении управления судебного департамента. Часть объекта оказалась в частных руках. Если его не вернуть в ближайшее время, оно просто рухнет. Как только оно будет передано муниципалитету, планируется начать реставрацию. Люди работают. У нас средняя зарплата производственного рабочего по этому году. Коллектив сохранили. Крупнейший завод электрического транспорта в стране – Энгельский. Еще недавно линии на предприятии простаивали, пока не пришел новый инвестор. Батареи на автономный ход, которые мы ставим на троллейбус. Производится в Саратове. Вся климатика, которая стоит на трамвае и на троллейбусе в Саратове. То есть это кондиционеры, отопители. Стараемся так, чтобы это было все наше. Вячеслав Володин посетил завод. Ему продемонстрировали полный цикл производства троллейбусов, а также показали сборку трамваев. Специалисты как раз заканчивают сварочные работы с первым трехсекционным составом. К Новому году планируют перейти на их серийное производство. В планах поставить на линию и электробусы. Здесь они развернули цирийное производство троллейбуса, производство кузовное, цирийное. И если защитят проект, будет электробус. Сюда пришла компания высокая, технологичная, мощная, обладающая всем необходимым для того, чтобы всю линейку производить с участием Энгерского завода. В этом году в Саратов с Энгерского завода поступили 24 новых троллейбуса «Адмирал». Машины оснащены автономным ходом, могут проехать без проводов до 15 километров. К примеру, 10-й маршрут в Саратове уже поменял конечную. Теперь рогатые ездят в микрорайон «Солнечный-2» до улицы Кузнецова. Конечно, очень хорошее впечатление, прямо такая красота. Мы давно, наверное, мечтали о таких троллейбусах, потому что у нас разные троллейбусы были. Приходили хорошие, конечно, вот и «Оптима» пришли, эти самые «Мегаполисы» пришли, тоже хорошие были. Но это вообще супер. Всего в областной центр до конца года придет еще около полусотни рогатых нового поколения. Они заменят старый транспорт. Таким образом, в Саратове почти полностью будет обновлен весь троллейбусный парк. Екатерина Сульманова, Роман Шельдяев, спецпроект.